На полигоне Новосибирского высшего военно-командного училища в Кольцово прошла церемония открытия международных игр военной разведки. У команд России, Белоруссии, Узбекистана, Китая и других стран есть две недели, чтобы определить лучшего в своем деле. Дмитрий Антипов познакомился с участниками. На церемонии открытия представители команд знакомятся как друг с другом, так и с вооружением российской армии. На плац вывели самые современные образцы техники. Тут и бронеавтомобили «Тигр» и последние модификации БТР-80. Курсанты Новосибирского высшего военно-командного училища демонстрируют современные приборы разведки и передовые устройства электронной системы управления войсками. Традиционно есть и стенд со стрелковым оружием. Все экспонаты – учебные пособия Новосибирского высшего военно-командного училища. Курсанты НВВКУ представляют Россию на международных играх разведчиков. Во время всероссийского этапа юноши соревновались с опытными военнослужащими, многие из которых прошли через реальные боевые действия. На сегодня уровень подготовки в училище столь высок, что курсанты занимают верхнюю ступень пьедестала на всех этапах соревнований. Все команды очень сильные, сюда не приезжают слабые команды, слабые группы. Все прошли очень серьезную подготовку. И мы ответим им тем же. Убирали ошибки с российского конкурса. Команда была подготовлена на очень высоком уровне. Осталось просто подготовить небольшие моменты, которые у нас на российском этапе не удались. Упор делали в основном на них. Перед соревнованиями представители всех команд проходят двухнедельный карантин и сдают анализы на коронавирус. К слову, в этом году количество стран-участниц, несмотря на пандемию, даже выросло. Дебютируют команды из Южной Осетии и Лаоса. В шестой раз мы проводим столь значимый конкурс «Отличник войсковой разведки». И хотелось бы отметить особенность этого года. И я хочу выразить через средства масс-информации огромную благодарность представителям тех вооруженных сил, дружеской нас с армией, которые независимо на все ограничения прибыли сюда и позволили провести эти соревнования. По результатам жеребьевки первой выступает команда из России. Начальным этапом станет десантирование смертолета и марш-бросок на время. Задачу осложняет то, что во время этапа бойцам запрещено пользоваться электронными средствами навигации. Только компас и бумажная карта. Дмитрий Антипов, Алексей Погодин. Новости ОТС.